На Востоке править нельзя. Евгений Осипович, у нас еще 4 вопроса. Два с этой стороны и два с этой стороны. Хорошо, если вы мне это самое... Дадите что-нибудь, что было или пересохло? Чайку? А? Чайку? Нет, то же самое. Водичек? Здравствуйте. Как вы считаете, литропейские спецслужбы справляются сейчас с проблемами или нет? Проблемы перора. Да. Проблемы перора. И сексуализация. Есть в целом. Они действуют чуть более эффективно. Смогут ли они справиться с террором, я не уверен. Я не уверен. Англичане могут быть, исходя из, во-первых, качества их служб. Майфайф, миссис, довольно серьезная коммуникация. И американская полиция. И это островное государство легко контролирует террористы. Что же касается других европейских причин, я очень сомневаюсь. Потому что они всегда реагируют на то, чтобы вспышка террора, которая надвигается, и количество и качество террористов, которые будут устремляться в Европу, кроме тех, которые пришли с установлением стабилизации обстановки в Сирии и в Ираке. Вряд ли спецслужбы европейские смогут с этим справиться, даже немецкие. Пока они действуют с опозданием. И сама методика их неправильная. Основная их проблема, им не удается, то, что удается нам, внедрить свою агентуру в Иславовской лечении. А это основа работы спецслужб, оперативная работа среди потенциальных товарищей. И мы-то, пока не воды. Добрый день. Отдавая дань месту, где мы сейчас собрались, первый вопрос лирический. Кто вас любимый поет? Если вообще поэзия вас тут немного интересует. Ну, любимый в том смысле, какие стихи вы иногда, может быть, сами себе цитируете, вспоминаете, вернуков рассказываете. Первый вопрос. Кто ваш любимый поет? А второй очень простой. Ситуация в Донецке, в Луганске, вообще в Украине. Это, по-вашему, тупик или ступенька к развитию? Хорошо это или плохо, я вообще-то не читаю художественную литературу никогда. Просто не хватает времени. Потом жизнеописание. Они намного более бледные, чем реальная жизнь. Это реальная жизнь, которая жилась, которую сталкивалась. Ни один роман не приближается к силе и захватывающих событий, неожиданностей к реальной жизни. Так что многие романы неинтересны. Как ни книжки, ни фильмы про войну я никогда не смотрю. Но из поэтов всегда для меня, как и был, так и осталось пульпом. А в отношении, по поводу второго вопроса, Луганск и Донецк, это частный случай, положение на Украину. Не уходя в подробности, не расписывая. Украина не дееспособна как государство. Украинская власть не дееспособна как власть даже в нынешней Украине, потому что она не управляет ситуацией. Так что по мере распада, устранения этой власти, по мере большей деградации Украины как государственной системы, а это процесс, который идет, будет решаться вопрос Донецка и Луганска. Пока на сегодняшний день второй решающий фактор в отношении Украины, это Россия. Пока Россия поддерживает территориальную целостность Украины, Луганска и Донецк будут частью Украины. Но если Россия поменяет свое отношение, то, я думаю, это будет касаться не только Донецка и Луганска, а еще порядка 10 областей Украины, если не 15. В конце концов, Украина может сократиться до Львовской и Пернопольской области, когда Карпаты будут поделены между Венгрией и Венгрией. Та Украина, которая... Это противостояние, но пока есть такое состояние, как было в 20-е годы. Это так. Я думаю, решающий шаг будет сделан после выборов в Германии. И после того, как будет ясно российскому руководству, что можно и можно это делать с нынешним американским руководством, или каждый будет делать то, что он считает. Спасибо. Следующий вопрос слева от вас. Предпоследний. Вот здесь, на браке. Слева. Здравствуйте. Я хочу... У меня один вопрос. Существует ли реальная возможность, реальная вероятность, практическое заключение, нечто подобное на мирное соглашение между Хамасом и Барусом? Между палестинцами и Израилем, да, между Хамасом и Израилем. Хамас – это одна, не самая главная политическая сила в палестинском движении. Так что, если они обладеют организацией соброждения Палестины, тогда, опять-таки, это не будет не с Хамасом, а с Организацией соброждения Палестины в автономии. То есть с палестинцами, да. Хамас, я не уверен, что это движение будет существовать и будет решающим в палестинском движении, где всегда были решенияства. И потом надо понимать, что Хамас – это палестинский вариант партии «Мусульманские браты». Если они сделают сейчас то же самое, что сказала Джаббатан Носр – мы не часть инкариды, они скажут – мы не часть братьев-мусульман, это не отменит их религиозный статус. Палестинцы – народ не очень религиозный, и все эти религиозные экстремистские движения не так им симпатизируют, так же, как в Египте, так же, как в Сирии. А может быть, они останутся в рамках одной из партий в Организации освобождения Палестины, но вряд ли у нас будет проблема. У нас пытаются играть на разногласиях и ставить на Хамас, в Гази, в Пику Организации освобождения Палестины, но это мелкие игры, это не решение. Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Что будет завтра? Добрый день, Иосиф Ильич. Вопрос такой. Я знаю, в советское время на подготовку разведчиков нефигалов уходило очень много времени. Достаточно вспомнить, там, Мукасеев, Бартанянов, Конана, молодого наших разведчиков. Соответственно, они готовили агентуру. Вот сейчас мир стал более открытым, появились соцсети. Вот насколько сейчас снизилась потребность в агентуре, учитывая, что сейчас мир стал более открытым? Вот на ваш взгляд, снизилась ли вообще такая потребность? Потребность в разведниках, как углечивающих, это усиливается, потому что наряду с традиционной дипломатой совсем остается необходимая необходимость более точной оценки ситуации, способна только разведка. Не юнит, не институты, те или другие. Потребность в нелегалах тоже остается, но, как всегда, нелегалы будут штучным товаром, которых очень долго готовят и очень трудно. Это еще и остается на том же уровне, что, да, усиливалось, это сбор разведников данных, не нелегалами, но с помощью вербовки. То есть поиск источников информации с помощью вербовки, он расширился на сегодня намного более интенсивно, чем было раньше, и по количеству, то есть, если взять, какие средства складываются в это, это резко возросло, по сравнению с тем, что было раньше, во всех развесах мира, как в российской, так и у нас, и везде. Еще большее распространение получили технические электронные способы разведки. Они все больше и больше развиваются и дают огромное количество информации. У нас это развито на самом высоком уровне, даже без относительных размеров нашего государства. Но, в отличие от американцев, мы занимаемся этим глобально, нас интересует это. Все страны это развивают, плюс используют все новейшие достижения, как спутники, так и компьютеры, все игры. У нас в области компьютерного спионажа, если мы не опережаем американцев, то во многих областях все-таки, мы не отстаем, но в некоторых областях моих, это мы, что делаем. Кстати, у нас в этой области как раз лучше всего себя проявили ультразвьюзные ребята, которые служат в армии, и за плечами которых, примерно, 2000 лет поколений предыдущих, которые все время занимались вешивах, и занимались вешивами трудом. Те чудеса, которые они делали, скобки, которые никому не будут приятны. Мы этим пользуемся. Спасибо, Яков Иосифович. Мы благодарим вас за эту встречу. Как мы говорили в начале встречи, у нас сегодня один из тех, кто задал вопрос, получает книгу в подарок. Какой вопрос вам наиболее запомнился? Самый интересный вопрос был «Оборозах Израиля и России». Пожалуйста, автор этого вопроса. Кто задал вопрос? Вы, да? Мы приглашаем вас на сцену. Вы у вас справа первого автографа. А также мы напоминаем о том, что книги вы можете найти здесь, в зоне презентации. Книги, которые представлены на столе, на них на все действует скидка 10%. Только сегодня, в день презентации. Автограф сессии начинается с левой стороны от сцены. То есть здесь, где я стою, отсюда начинается очередь. Поднимаемся мы по левым ступенькам. После автографа спускаемся по правым ступенькам. Книги вы можете оплатить на кассах нашего магазина. Кассы расположены на первом этаже. И не забываем сохранять чек до выхода из магазина. Уважаемые посетители нашего магазина, прямо сейчас на втором этаже проходит автограф-сессия израильского общественного деятеля Якова Герми. Сегодня он представил свою книгу «Диалоги». Также сегодня вы можете приобрести книги автора со скидкой 10% и прямо сейчас получить автограф. Приглашаем всех на второй этаж. Ход свободный. Дорогие друзья, мы просим заранее готовить книги на месте получения автографа. Открывайте их заранее. Дорогие друзья, мыprothy дать hab miten geehrте «Диалоги» хор, б Продолжение следует...